Народная славянская радио Народная славянская радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 августа 2016 года среда По одному из старинных 40-й день Месяца получения здоровья природы 7524 года шестится Методы фальсификации предметов культуры и искусства Часть пятая Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира Главный ведущий Феденко Леонид Григорьевич Здравия, Леонид Григорьевич Здравия, Алексей Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Значит, мы сразу выложили ссылки На те картинки, фотографии Которые будут обозначаться По которым будет проводиться эфир Для того, чтобы их видеть Вам нужно просто зайти в анонс Народного славянского радио Но если вы в записи слушаете То уже, естественно, не в анонс А в запись На странице Народного славянского радио Где эфиры написаны И там будут представлены Также все ссылочки на те фотографии Которые будут нами обсуждаться Про которые мы будем говорить Просто загружаете нужную вам ссылку И после этого смотрите фотографию Любуетесь ею И слушайте, что про нее будет Леонид Григорьевич рассказывать Я вступление свое краткое закончил Пожалуйста, передаю микрофон Можно начинать Благодарю, Алексей Еще раз добрый вечер всем Это у нас добрый вечер В других регионах Может быть и другое время Здравия Значит, мы продолжаем наш эфир По высказанной ранее И анонсированной в анонсе тематике Это у нас уже пятая беседа Значит, сейчас я прошу радиослушателей Немножко собраться И где-то пять минут Внимательно послушать Я вам сейчас зачитаю Интересный материал Возможно, кто-то этот материал даже знает Значит, он оживит А после этого я прокомментирую его Название Послание Ивана Грозного Английской королеве Елизавете I Текст сам Некоторое время тому назад Брат Твой Король Эдуард Послал несколько своих людей Ричарда и других Для каких-то надобностей Во всем странам мира И писал ко всем королям и царям И властителям и управителям А на наше имя Ни одного слова послана не было Неизвестно каким образом Волею или неволею Эти люди твоего брата Ричард с товарищами Пристали к морской пристани У нашей крепости на Двине Тогда мы, как подобает государям христианским Милостиво, оказали им честь Приняли их и угостили Их за государем парадными столами Пожаловали и отпустили К твоему брату А затем приехал к нам от твоего брата Тот же Ричард Ричардов И Ричард Грей Мы их тоже пожаловали И отпустили с честью И после того, как к нам приехал От твоего брата Ричард Ричардов Мы послали к твоему брату Своего посланника Осипа Григорьевича Непею А купцам твоего брата И всем англичанам Мы дали такую свободную Жалованную грамоту Какую даже Из наших купцов Никто не получал А надеялись за это На великую дружбу Со стороны вашего брата И вас И на верную службу Всех англичан В то время Когда мы послали Своего посланника Брат твой Эдуард Скончался И на королевство Вступила твоя сестра Мария Спустя некоторое время Она вышла замуж За испанского короля Филиппа И испанский король Филипп И сестра твоя Мария Приняли нашего посланника С честью И к нам отпустили На поручение С ним никакого Не передали В то же время Наши английские купцы Начали совершать Над нашими купцами Многие беззакония И свои товары Начали продавать По столь дорогой цене Какой они не стоят А после этого Стало нам известно Что сестра твоя Королева Мария Скончалась А испанского короля Филиппа Англичане Выслали из королевства А на престол Посадили тебя Но мы И в этом случае Не учинили Твоим купцам Никаких притеснений И не предложили им Торговать По-прежнему А до сих пор Сколько не приходило Грамот Хоть бы у одной Была одинаковая печать У всех Грамот печати Разные И это Не соответствует Обычию Принятому Государей Такими грамотами Ни в каких Государствах Не верят У каждого Государя В государстве Должна быть Единая печать Но мы И тут Всем вашим Грамотам Доверяли И действовали В соответствии С этими Грамотами После этого Ты прислала К нам По торговым делам Своего посланника Антона Янкина И мы Рассчитывая Что он Пользуется твоей милостью Привели его К присяге И вместе с ним Другого твоего купца Ральфа Иванова Как переводчика Потому что Некому было Быть переводчиком В таком великом деле И передали с ним Устные Тайные Дела Великого значения Желая с тобой Дружбы Тебе же следовало К нам прислать Доверенного человека А с ним Антона Или одного Антона Нам неизвестно Передал ли тебе Это поручение Антон Или нет А в течение Полутора лет Про Антона Не было известий А от тебя Никакой Ни посол Ни посланник Не пребывал Мы же Ради этого дела Дали твоим Купцам Свою Новую Жалованную Грамоту Рассчитывая Что эти гости Пользятся Твоей милостью Мы даровали Им свою милость Свыше прежнего После этого Нам стало известно Что Рогадив В Рогадив Это город Нарва Комментарий Приехал твой подданный Англичанин Эдуард Гудыван С которым было много Грамот И мы велись Спросить его Об Антоне Но он ничего Нам об Антоне Не сообщил А нашим посланникам Которые были к нему Приставлены Сказал много Невежливых слов Тогда мы велели Расследовать Недли с ним Недли с ним Грамот И захватили У него Многие грамоты В которых Для унижения Нашего государства Достоинства И нашего государства Написаны Ложные вести Будто В нашем царстве Якобы Творятся Недостойные дела Но мы и здесь Отнеслись К нему Милостиво Велели держать Его с честью До тех пор Пока не станет И здесь На ответ От тебя На поручение Переданное С Антоном После этого Приехал от тебя К нам Посланник Вругадив Нарву Комментирую Юрий Милдентов По торговым делам Мы его Велели Спросить Про Антона Янкина Был ли он У тебя И когда он должен Прибыть от тебя К нам Но посланник Твой Юрий Ничего нам Об этом Не сказал И наших посланников Антона Облаял Тогда мы Так же Велели его Задержать Пока не получим От тебя вести О делах Пороченных Антону И наконец Нам стало известно Что К Двинской Пристани Прибыла тебя Посол Томас Рандольф И мы Послали к нему С жалованием Своего сына Боярского И приказали ему Быть приставом Припосле А послу Оказали Великую честь А приказали Спросить его Нет ли с ним Антона Он же Нашему сыну Боярскому Ничего не сказал И начал Говорить о мужиках И мужицких Торговых делах А Антон С ним не пришел С того времени Как он пришел В наше государство Мы много раз Ему указывали Чтобы он вступил В переговоры С нашими боярами И сказал Есть ли у него Приказ от тебя О тех делах О которых мы Передали тебе С Антоном Но он Нелепым образом Уклонился Описал жалобы На Томаса И на Ральфа И занимался Другими торговыми делами А нашими Государственными делами Пренебрегал Из-за этого-то Твой посол И запоздал Явиться к нам А затем Пришло Божье послание Моровое поветрие Болезнь Это мой комментарий И он не мог быть принят Когда же Божье послание Поветрие Кончилось Мы его Допустили Перед свои очи Но он опять Говорит нам О торговых делах Мы выслали К нему Своего боярина И наместника Вологодского Князя Афанасия Ивановича Вяземского Печатника Своего Ивана Михайлова И диака Андрея Васильева И велели Его спросить Есть ли у него Поручения По тем делам О которых Мы передавали Тебе с Антоном Он ответил Что такого поручения С ним Так же Имеется А мы Оказали ему Великую почесть И он был Принят Нами Наедине Но он Говорил о тех же Мужицких И торговых делах И лишь Изредка Касался Того дела В то время Нам случилось Отправиться В нашу Водчину Вологду И мы Велели Твоему послу Томасу Ехать с собой А там На Вологде Мы Выслали К нему Нашего Боярина Князя Вяземского И диака Петра Григорьева И велели С ним Переговорить Как лучше Всего Устроить Между нами Это дело Но посул твой Томас Рандольф Все время Говорил О торговом Деле И едва Его убедили И поговорить И о тех Делах Наконец Договорились И о тех Делах Как следует Их устроить Написали Грамоты И привесили К ним Печати Тебе же Если тебе Это было угодно Следовало бы Таким же Образом Написать Грамоты И прислать К нам В качестве Послов Достойных Людей И с ними Вместе Прислать Антона Янкина Прислать Антона Мы просили Потому Что хотели Его расспросить Передал ли Он тебе Те слова Которые Мы ему Говорили Согласна Ли ты На наше Предложение И каковы Твои Намерения Вместе С твоим Послом Послали Своего Посла Андрея Григорьевича Савина Ныне Ты К нам Отпустила Нашего Посла А своего Делом О чести И выгодах Головами И государевой Честью И выгодами Для страны А заботятся О торговых Делах Посмотрят Как они Будут Торговать А московского Государства И без Аглицких Товаров Не бедно Было А торговую Грамоту Которую Мы Мы Тебе Послали Ты Прислала Бы Нам Даже Если Ты Не Пришлешь Эту Грамоту Мы Все Равно По ней Ничего Делать Не Будем Да И все Наши Грамоты Которые До Сего Дня Мы Давали О торговых Делах Мы Отныне За Грамоты Не Считаем Писано В нашем Московском Государстве В году Сотворения Мира 7079 24 Октября Вот Такая Информация Вопрос Как видите Вопрос Следующий Порядка Почему Я Привел Во-первых Эту Грамоту Да А Привел Эту Грамоту Не Спроста Если Вы Почитаете Комментарии К этой Грамоте Которые Пишут Историки То Там Совершенно Иноние Понимание Чем Я Сейчас Вам Расскажу А Именно Это Во-первых Стиль Написания Этой Грамоты Иван Грозный Пишет Елизавете Первой Королеве Великобритании Как Своему Вассалу То То есть Кто такой Вассал Если вспомните Из истории Кто подчинен Это 1570 год Датируется Современным Стилем 24 октября 1570 года А как Видите В конце Подписывали 7079 Лето То есть Никакого 1570 года Не было А действовал Повсюду Один Календарь В том числе И переписки От сотворения Мира В звездном Храме Далее Все Написаны Эта грамота На русском языке Это говорит о том Что Королева Совершенно Хорошо Понимала По-русски Кроме Того В грамоте Видно Что Тот Кого Посол Который Называет Антон Янкин Иван Грозный Передал На словах Какую-то Информацию Если Вы почитаете Какой Бред Пишут По поводу Этого Историки Что Якобы Иван Грозный Хотел Сбежать И Жениться На И Делал ей Предложение А Вот Если Проанализировать Тот Факт Что Существует Или Дополнительно Есть Карта К сожалению Я Ее не Нашел К нашей беседе Она В архивах Но вообще Есть Атлас Меркатора 1610 Года Вы можете Найти его И там Есть Карта Англии Написано Да 1610 Год Здесь Событие 1570 Года И там В верхней части Англии Там где Шотландия Написано Руссия А что Такое Шотландия Это Только для Нас Для русских Говорят Слово Шотландия Северная Часть Великобритании Нынешней А по-английски Это Скотлэнд Скот Понятно Что А лэнд По-английски Земля Земля Скотов А по-русски Будет Скот Лань Лань Это земля Земля Скотоводов А нам Переводят Шотландия И написано Там Где Шотландия Руссия Как я уже Сказал Дальше Если вы Вспомните Что Иван Грозный Родился в 1530 году А в 1530 году Орды Джунгар Разрушили Столицу Асгард Ирийский Славяно-Арийской Ведической Империи Прошло 40 лет И вот Иван Грозный Который Пытается Восстанавливать Ведические Традиции Московской Тартарии Которая В 1380 году Начала Откалываться От Тартарии И стала Откалывающейся Провинцией Герцовством Которая Так на картах И помечается Московье Московское Герцовство На всех картах Так и написано И тем не менее Иван Грозный Разговаривает С королевой Великобритании Как нам Рассказывают Британия Владычица Мария Мировое Мировое Господство Да Как с вассалом И Говорит о том Что было Какое-то Дело Которое Надо было Обсудить Но Прошли Изменения И В ответ На это дело Никаких Никакой информации От королевы Не поступает И Иван Грозный Делает вывод Что Значит Это дело Не простое А государственное Дело И Вводит Как мы Понимаем Как вы сейчас сказали На современный Манер Вводит Санкции Торговые О чем Он и Говорит В конце По Грамотам Которые Он Отменяет Еще Один Момент Вот Значит Сейчас Мы Будем Да Это я Вроде Все Изложил Что Хотел А теперь Пожалуйста Откройте Первые Три Рисунка У меня Они Под номерами Первый Второй И Третий Вот Это Для чего Я сделал Такое Вступление Про Англию Да Перед Вами Значит Миниатюры Так Они Называются Миниатюры А Вообще Это Миниатюры Из Евангелия Из Линдесфарна Как пишут Историки Это Иллюстрированная Рукописная Книга Которая Содержится В тексте Евангелия От Матфея Марка Луки Иоанна На латинском Языке Якобы Книга Издана И создана Вернее Создана В Линдесфарне Это Нуртумби Это Так Часть Значит Нынешнего Великобритании Называлось Тогда В седьмом Восьмых Веках И вот Что они Пишут Об этом Манускрипте Этот Манускрипт Является Очень Ярким Представителем Группы Так Называемых Островных Евангелий Рукописных Книг Созданных Ирландскими В скобках Кельтскими Монахами В седьмом Девятых Веках И Содержит Множество Миниатюр Выполненных Кельтско Англосонском Стиле И вы Мы сейчас Как раз И переходим Так сказать Я перехожу К изложению Темы Которую Мы заявили Я хочу Пояснение Маленькое Дать Я специально В анонсе Разместил Не только В отдельной Ссылочке На фотографии Но и ссылку На всю папку И там Как раз Они по порядку Идут И можно Нажимать На каждую Из этих Ссылочек И будет Открываться Отдельная Фотография И пролистывать Вправо Влево Это наверное Будет даже Удобнее Отлично Благодарю Алексей Вот И вот Если вы Откроете Первый рисунок Да А потом Перейдете Ко второму То На первом Рисунке Разница Между первым и вторым Рисунком Есть разница Там изображен Какой-то Персонаж Назовем его Монахом А на втором Ничего нет А вот На третьем Рисунке Я Сделал Часть Второго Рисунка Выделил Кусок Значит Его Преобразовал В черно-белый И увеличил Для того Чтобы можно было Увидеть Что же на нем Нарисовано Вы видите На этом Черно-белом Рисунке Какая-то Великолепная Вязь И очень Сложные Узоры Геометрические И очень Красивые Которые Даже Трудно Нарисовать И современным Художникам Теперь Возвращаемся Ко второму Рисунку Вы видите Он Тот Рисунок Который Фрагмент Черно-белый Посмотрели А этот Эта миниатюра Раскрашена Вопрос Зачем Раскрасили Там Ведь ничего Не видно Вот этих Великолепных Изображений Этой Вязи Сразу Все Скрыло Переходим К первому Рисунку А теперь Будет Понятно Для чего Раскрашено Для чего Обведено Жирным Фрагментов А Потом Взял И закрасил Эту красоту Ну Адсурд Кто так Будет делать Преднамеренно А это Сделали Фальсификаторы Они Взяли Раскрасили Эту миниатюру Да Для чего Раскрасили А чтобы В этом случае Не виден Резкий Контраст Изображений Вот этой Центральной Фигуры Монаха Которую мы Видим На первом Рисунке И других Вот Там монахи Видите Еще Четыре В окружении А теперь Внимательно Посмотрим Если увеличить Ну у вас Это Достаточно Сложно Но можно Увеличить Но это С помощью Значит В интернете Это не так Легко вам Сделать Чтобы Допустим Увеличить На 300 Процентов Или на 400 Поэтому я И сделал Так Черно-белый Кусок Чтобы вы Видели Что же там Нарисовано Так вот Обратите Внимание Монах Держит В руках Книгу Да Якобы Сбородоем Значит Одет В такой Типа Юбки Ноги Вот Обратим Внимание Ноги Более Внимательно И Рядом С ногами Вы видите Два Круга Значит Что там Изображено Внутри Ничего Не видно Специально Замазали Черным Цветом Это Специальный Прием Для того Чтобы Отвлечь Внимание От ног Когда Человек Смотрит На Здесь Используется Знание Как реагирует Человек Прерассматривает Когда он Рассматривает Какой-то Рисунок Как у него Концентрируется Внимание Так вот Чтобы Не Детали Не рассматривать Которые А какие Детали Вы сейчас Увидите Они Вам бросили Сразу Глаза Чтоб Они Не бросались Глаза Вот Пользуйся Вот Такими Приемами И Сейчас Пожалуйста А Ну Наверное Я не знаю Если у вас Номера Есть То Вы сможете По номерам Открыть Потому что Ну Давайте Не будем Торопиться А Последственно Откроем И Я прокомментирую Эти рисунки Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой Девятый Десятый Одиннадцатый Двенадцатый Так вот На этих Рисунках Которые Я сейчас Перечислил Да На третьем Рисунке Это Роспись Которую Я сфотографировал В храме В московском Храме Воскресенье В Кадашах Где крест Вы видите Да Он же Выполнен Из вязи И вязь Из трех Листников О трех Листников Мы говорили На предыдущих Наших Эфирах Поговорим Еще и сегодня Просто сейчас Пройдемся Еще раз По этим рисункам И я их Прокомментирую Следующий Рисунок Здесь круг И в нем Очень Здорово Нарисованы Различные Опять же Какие-то Символы Да В том числе И свастичные И это Все Взаимосвязано Это Из Знаете Из Оформления Глав Книги Славяно-арийский Вед Это тоже Следующий рисунок Пятый Где Опять же Такая же Вязь Здесь животные Изображены И птицы Пять-один То же самое Та же Вязь Еще Более Такая Плотная И Пять-два Это Опять же Крест Опять Извязи И два Живота По бокам И Сверху Опять же Трехлистник Только он Как бы Его Нарисовали Здесь Перевернутом Виде Вот где Свастика Это Надо Повернуть Все Вверх Это Трехлистник И Как раз Он Символизирует Миры Яви Нави И прави Следующие Пять-три Рисунок Это Фрагменты Керамики Которые Найдены Орнаменты Которые Найдены В Малой Асии Нынешняя Территория Турции Это Если я не ошибаюсь По-моему Истамбульского Музея Как видите Здесь тоже Кресты Такого Расписаны Так же Вязью Как и Тот Крест Который Приведен Из Славяно-арийских Вет И Крест Который На Миниатюре Теперь Шестой Рисунок Вы видите Вязь Животные Вязь Это Из Черниговского Храма Город Чернигов Украина Это Та же Вязь Значит Грифон Тоже Из Чернигова Такая же Вязь Видите Только Это Так сказать Из Оформления И Это тоже Вязь Но Уже Из другого Города Это Суздаль Седьмой Рисунок И восьмой Видите Такая же Вязь То есть Везде На всех Этих Рисунках Мы наблюдаем Вот Такой Стиль Изображения А теперь Вернемся В миниатюре Значит Самой первой Где этот Монах Изображен И Для 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 Раскрашиваться Для Того Чтобы Мы уже Говорили Что Фальсификатором Для Того Чтобы Создать Документы Которые Можно обладать Значит Проект Для Для Того Чтобы Отвлечь Внимание Потому Что Вы Видите Какие Ноги У Монаха Следующий Рисунок Я Сделал Эти Ноги 9-1 А Черно-белым И Если Вы Его Увеличите Увидите Что Ноги Собраны Из Кусочков Вязи Там Какие-то Кружки На Ступнях Басых Они Из Частей Ужасные Просто То Есть Фальсификаторы Были Вынуждены Рисовать Детали Руки Ноги Книги Одеяние Из Тех Фрагментов Миниатюры Из Той Вязи А уж Как у них Получилось Вы Наблюдайте Сейчас Сами Это Еще Не Самые Худшие Ноги Фальсификаторов Если Мы Сейчас Откроем С вами Рисунок 9-2 Здесь Вообще Замечательно Ноги Посмотрите Это Просто Ужас Какой-то Опять же Они Понятно Как Они Создали Они Создали Из Кусочков Этой же Вязи Ну Как Получилось Так Получилось Снизу Посреди Одна нога слева Другая справа Посредине Часть Креста Да И Посмотрите Какая Великолепная Вязь В кресте Да И Посмотрите На Ноги А Теперь 9-3 Еще Очередные Ноги Фальсификаторов Которые Это Ноги Внутри Гравюры А это Вне То есть Если Вы Посмотрите Эту Гравюру Целиком То есть Вернетесь К первому Рисунку Извините Не к первому Я ошибся Сейчас я скажу К какому рисунку Надо вернуться Минутку Откройте Пожалуйста Рисунок 9 Если Открыли То видите Здесь тоже Изображен Только другой Монах На этой Миниатюре Это Миниатюра Из той же Серии Этого Литсфарского Евангелия Якобы В кавычках И там уже Он видите Монах держит Книгу Сидит В кресле Таком И Ноги Монаха Который Сидит В кресле Я вам только сейчас Показал А вторыми С крестом Ниже Ноги Которые Выходят За рамки Вот этого Обведенного Рисунка А с боков Слева и справа Еще есть кресты Четыре креста Сверху Внизу Слева и справа И где слева и справа Там руки Торчат А Над крестом Сверху Еще и голова Торчит Только она Не захвачена Полностью Такую фотографию Дали В сети То есть Вы посмотрите Какое Убогое Представление Других слов Я не могу предать Примитивное Представление То есть Нарисовали Монаха внутри А тут Может Господь Бог Их какой-то Они нарисовали Ему ноги Еще отдельно И руки По сторонам И голова Какой Примитивизм В изложении Того Чего хотят Они донести По сравнению С этой вязью Которая Расписана Миниатюра То есть Как видите Чтобы Создать Какой-то Образ Который Они Хотят Там Нарисовали Ну конкретно Монаха Да Они Взяли И Значит Раскрасили Во-первых Миниатюру Раскрасили Для того Чтобы При раскрашении Скрыть Ну те вещи Которые Не нужно И при раскрашении Нарушается Целостность Картины Воспринимая Зрителем Зрителем Вот Зритель Как бы Вынуждает Рассматривать Картину По частям А раскрасив Рисунок Разными Цветами Они еще Понимаете Добились чего Что Исчезла Объемность Изображения Вязи И исчезли Детали Вот Если бы Эти рисунки Не были Раскрашены То Вот Все что я Говорю Вот эта Фальсификация Была бы Просто очевидна А вот Когда они Стали вписывать Одежду Там Части тела Монахов Они Вынуждены И Пользоваться Техникой Приемами Которой Пользовался Художник Который Создавал Миниатюру У них Как видите Что получилось То и получилось Рассмотрев Ноги Монаха Мы убедились Какой Уровень Квалификации Был У тех Монахов Которые Так сказать Фальсифицировали Эту Гравюру И вот Как я уже Сказал Поражает Именно Примитивное Воображение С которым Фальсификаторы Изобразили По краям Вот этой Миниатюры Девятой Да Голову Руки Ноги Еще Одного Монаха Или Господа Бога Не знаю Кого они Там Изображали Оставив За кадром Его Тело Вот Теперь Вот что Хотел бы Я добавить Понимаете Вот Ведь Они Показывают Только Сами Миниатюры Потому Что Кельтский Так сказать Евангелие Кстати Кстати О Кельтском Евангелии Кельты Вообще Термин Кельты Появился Знаете Когда В 17 веке Англичане Придумали До этого Народы Которые Пришли В Европу Называли Галами Понимаете И все Эти Народы Имели Оказывается Если Поинтересуетесь В истории Почитайте Про кельтов И галов То Знаете Что Это Были Славяне Ну Там Написано Что Это Индоевропейцы И Жрецы У них Были Назывались Жрецы Друиды И Как Передавали Они Информацию И Что Передавали Сначала В устном Стиле А потом Уж Стали Писать И Стали Передавать В виде Евангелия Это Когда Они Причем На латыни Стали В восьмом Веке Передавать Кельты Понимаете Ну Как Замечательно Быстро Славян Преобразили В кельтов Да еще И Приписали Им Латинский Язык И Для Того Чтобы Люди Не Сомневались Которые Извечают Современную Историю Естественно Подкорректировано Было В разделе Древней Римской Империи Которая Никогда Не существовало И все Это Подкорректировано С помощью Нейронистического Программирования Вот я Сам Процитирую Википедию В разделе Классическая Латынь Там Пишется Следующее Через Римских Солдат И торговцев Латинский Язык В его Разговорной Форме Находит Доступ В массы Местного Населения Являясь Одним Из Наиболее Эффективных Средств Романизации Завоеванных Территорий При этом Наиболее Активно Романизируются Ближайшие Соседи Римлян Кельтские Племена Которые Проживали В Галии Это территория Нынешних Франций Бельгия Отчасти Нидерландов И Швейцарии Вот видите Как замечательно Они все Нам объяснили Я восхищен От подобного Рода Исторических Перлов Когда Покоренные Римлянами Аборигены Согласно Законам Войны и Рынка По собственной Инициативе И в массовом Порядке Бегут И начинают Изучать Классическую Латынь Вот что-то По аналогии Не наблюдаем Мы Подобных Явлений Сейчас В России Например У нас Да Вот Много Сейчас Приезжает К нам Бывших Советских Среднеазиатских Республик Граждан Но они За последние Два десятилетия Не только Не научились Говорить По-русски А наоборот Разучились Говорить На русском Языке А в Древнем Риме Там Понимаете Все латинизируются Вот так вот И Видите Скурпулезно Почему я Говорил И раньше Я говорю Что Фальсификация Такова Так масштабна Но Понимаете В отдельных местах Она Сделана Достаточно Тонко А в отдельных Вот как Миниатюры Я вам Привел Вы видите Это просто Ужасно И примитивно И вот Поэтому Фальсификаторы Для написания Лиц Монашеской одежды Рук Ног И подобных Вещей Вынуждены Использовать Элементы Вязи И мы Что имеем Мы видим Что там Получились у них Инородные тела И сами Монахи Инородные И одежда И руки С книгами А вот На Других Миниатюрах Сейчас Мы посмотрим Я вам скажу Какую Миниатюру Откройте Пожалуйста Миниатюру Номер Десять Это та Которая На анонсе Приведена Здесь Вообще Шедевр Кельтских Монахов Как видите Надписи Причем Сами надписи Ужасные И Принцип Соблюдается Фальсификация Один и тот же Видите Жирно Выписаны Какие-то буквы Причем Если вы будете Смотреть Латинский язык То вы Не найдете Подобных В каллиграфии Что так писали Эти буквы Но это по латыни Все И там Ученые Вам прокомментируют И скажут Да Это все На латыни Читайте Мы вам Сейчас все Объясним А если Вот увеличить Вот эти все Рисунки Что мы сейчас С вами И сделаем А то Мы увидим Следующее Пожалуйста Откройте Рисунок 10-1 Это вот Увеличенный Фрагмент Я увеличил Фрагмент Вот этой Миниатюры Десятой И очередной И очередного Анаха Видите У него В руках Книжка С каким-то Черным Содержимым Не знаю И принцип Все тот же Самый Вот На этом Увеличенном Фрагменте Если его Дальше Увеличивать Ну Если вы Скачаете Придете После передачи Сядете за компьютер Скачаете Все эти Фотографии На свой Компьютер И с помощью Программы Любой программы Увеличения Редактированных Фотографий Увеличьте Их Ты увидите При увеличении Вся вязь Будет видна На одежде Монаха Значит Внизу На ногах И так далее Вот для того Чтобы это было Более наглядно Я сделал Рисунки 10-2 Пожалуйста Откройте 10-2 Я этот Этого монаха Этот фрагмент Сделал черно-белым И вся мерзость Вот этой фальсификации Она Видите Стала Совершенно очевидна И Стала Опять же Понятен Те методы Которыми Фальсификаторы Пользуются Теперь Откройте 11-й рисунок Это Очередная Миниатюра Из Этого же Евангелия Мы здесь Не все Рассматриваем Я просто Выборочно взял И посмотрите На правый Верхний угол Там Видите Очередной Монах Нарисован Который сидит И свесил ножки Это я так Иронизирую Ну как еще По-другому сказать Глядя на этот Маразм И Если мы Посмотрим Увеличенный Фрагмент Черно-белый Который я сделал Преобразовав Этого монаха Фрагмент Кусок Этого Этой Миниатюры В черно-белый И Еще сделал Инверсным Его То есть То что было Черным Стало белым А наоборот То вы видите Плоды фальсификации Ну видны Налицо И видны Видна Вся вязь Из которой состоят И ноги И тело И филийная часть Монаха Извините За это выражение И вот На рисунке 11.2 Я как раз Нижнюю часть Монаха И увеличил И ноги Вы видите Как нарисованы Все состоит Из вязи Вот такой Примитивизм Отсутствие Творческих Навиков В частности Как художника У тех Фальсификаторов Которые И делали Эту фальсификацию Мы с вами Сейчас и Наблюдаем Так Теперь Это мы Смотрели С вами Рисунок 11-2 Так вот Если вернуться К Значит К латинским Шрифтам Да Латинским Буквам То Посмотрите Пожалуйста Вернемся К рисунку Сейчас 10 Да Вы видите Какие ужасные Ужасные Каллиграфии Ужасный Шрифт Разного Размера Естественно Потому что Им надо было Вписать Эти Слова В ту Вязь Которую Значит Они Использовали И опять же Смотрим Как Каким методом Они пользуются Видите Все Черными Грязными Цветами Черным Темным Зеленым И другими Цветами Раскрашено Общий фон Рисунка Эти буквы Контрастно Выделены И когда Читаешь То что они Пишут Вот Латинские Буквы Да И текст Из Википедии Который Я процитировал Да То есть там Островной Каллиграфии Островного Шрифта Как они Пишут И вы Теперь Сами Смотрите И сравниваете Как сочетается Каллиграфия В Кельтско-англосонском Стиле С тем Замысловатым Декором Который Нарисован На миниатюре А реально На миниатюре При увеличении Можно найти Множество Ведических Символов И их По вот этой Мерзкой Технологии Но специально Раскрасили Размыли Тогда Нет вопросов К латинским Текстам Которые Вписаны Убогой Каллиграфии Островного Шрифта Как они Пишут И Вот Такого Рода Миниатюр Очень Много В различных Хранилищах В различных Хранилищах Мира Ну давайте Сделаем Небольшой Перерыв А вы пока Переварите Эту информацию А я Тут найду Следующий Момент Как нам Удобнее Перейти К следующему Моменту Хорошо Переходим К музыкальной Паузе Если у вас Есть какие-то Вопросы То пожалуйста Пишите в чате В чат попасть Очень просто Набираете В любом Поисковике Народной Славянской Радио После этого Оказывайтесь На сайте Slavomir.org Ищите там Слово Чат После этого Если вы еще Не зарегистрировались Придумайте Логин и пароль Указывайте Емейл Куда будет приходить Какая-то информация Будет приходить И в общем-то Все Можете пользоваться Регистрация Проводится Один раз На всю оставшуюся Жизнь В этом чате Если новый сайт Заработает Там будет свой чат Естественно Мы постараемся Сохранить Все регистрационные данные Но если вдруг Что-то не получится То еще раз Придется перерегистрироваться Но это так На будущее Итак Отдыхаем И после этого Продолжаем Наш эфир Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 10 августа 2016 года Среда По одному Из старинных 40-й день Месяца Получения Даров Природы 7524 Лета Шестица Мы продолжаем Эфир Который Называется Методы фальсификации Предметов Культуры И искусства Под номером 5 То есть Это уже пятая тема Автор соведущий Феденко Леонид Григорьевич Пожалуйста Продолжаем Если нужна будет Какая-то помощь С моей стороны Пожалуйста Леонид Григорьевич Указывайте Хорошо Благодарю Продолжим Как я Перед первым Сказал Что Вот есть Еще Очень много Вот подобного рода Миниатюр В различных Хранилищах мира Кроме того Знаете Есть еще Если Мы Рассматривали Только часть Рассмотрели Несколько Миниатюр Да я вам Показал А в интернете Вы можете Посмотреть И найти И другие Миниатюры Из этого Так называемого Евангелия Да и других И Есть еще Более Примитивные Фальсификаты Так называемые Если их можно Назвать Монускриптами То есть Это Они пишут Какой-то текст Фальсификаторы Пишут какой-то Текст Евангелия Или еще что-то там Под названием Своими Воспоминания Каких-нибудь Святых Или Жизнь святых И Используют При этом Рисунки Которые Сделаны На базе Буквицы То есть Они В реальном Документе Брали Конкретную Буквицу За основу А вот Из этих Элементов Буквицы Формировали Части тела Пририсовывали Недостающие Детали Голову Руки Ноги И другие Создавали Нужный Религиозный Библиотеки Тоже можно Найти Другие Так сказать Кельтские В кавычках Манускрипты Переделанные В религиозные Книги То есть Наши Славянские Миниатюры Которые Оставились Потому что Если Если Был Текст Естественно Его Надо Уничтожить Миниатюры Использовали Вот В своих Целях И вот Как Использовали Именно Миниатюры Мы сейчас И рассмотрим Для этого Вот Я сейчас Мы с вами Посмотрим Рисунок 12 Пожалуйста Откройте Это вот Очередная Такая Миниатюра Видите На базе Опять же Славянского Ведического Рисунка Видите Они сделали Это Из библиотеки Написано Справа Бритиш Лайберри Британская Библиотека И если Кто-то Зайдет В эту Британскую Библиотеку То он Таких Миниатюр Как Вот Это Найдет Великое Множество А если Вы увеличите Вы опять же Увидите Ведические Символы Вязь Точно Такие Как Представлены На Рисунках Черно-белых В самом Начале Когда мы Рассматривали Наши Ведические Символы Это Рисунки Четвертый Пятый Пять один Пять два Пять три Потом Различные Фрагменты Скульпт В украшении Скульпт Этих Архитектуры Из Чернигова Суздали То есть Там Таких Вот Элементов Украшения В старинных Русских Храмах Которые Ведическими Были Ведическими Храмами Они Делались По одной Технологии Вот Эта Вязь Кругом Присутствует Она Эта Вязь Присутствует На множестве Артефактов Я их Просто Не привожу Потому что Я бы мог Вам привести Здесь Огромное Количество Фотографии Из разных Стран Мира Отдельно Я покажу Чуть Ниже Там Это же Вязь Значит На Арабских На Индусских На Нынешних Турецких Артефактах То есть Один и тот же Стиль В изображении Единственное Что Вот Эта Вязь Славяно Из славяно-арийских Вед Да Черно-белая Она Очень сложная И очень Красивая Да А Там Уже Со временем Происходит Упрощение То есть Народам Которые давалась Эта информация Они воспринимали Эту информацию И Придавали Элементы Своей культуры Вкладывали К этому И Вот так Эти изображения Немного Модифицировались То есть Как бы Менялся Сам стиль Форма Некоторых Вещей Но Основа Именно Оставалась Вся та же Так вот Сейчас Мы В британскую Библиотеку Вы сходите Сами Посмотрите Образцы Так сказать Рукоделия Фальсификаторов А мы Сейчас Сходим За 5000 Километров С вами Переместимся В Ереван В солнечный Ереван И там Есть Хранилище Называется Матадаран Сайт Такой Существует Матадаран С армянска Переводит Это Хранилище Рукописей И Откройте Пожалуйста Рисунки 13 13-1 14 15 16 До 18 18 18-1 18 18-1 Последний Вот это все С 13 по 18-1 18-1 Рисунки Это Из Хранилища Матадаран Из Армении Значит, вот 1-я 13-я Да Это Три миниатюры Евангелие 1-я 13-я Из Исфа Хан Исфа Хан Хан Зовут его Исфа 1610 Года Датируется Эта миниатюра Эта Евангелие А следующие Две Миниатюры Сейчас я вам скажу Какие Номера Это Вот Из Исфа Хан Это 13-13-1 Черно-белый Тире 1 Черно-белый А 14-15 Это Две Другие Миниатюры Они называются Молитвы Григория Нарекации Причем Одну Первую Датируют 1173 А вторая Миниатюра Из Евангелия Спустя 600 лет 1727 Год Ну Давайте Теперь Посмотрим Внимательно Значит Эту Миниатюру 13-я Видите Называется Исфахан Здесь Опять же Нарисован Якобы Человек Который Что-то Пишет И Если Вы Увеличите Я Обращаю Ваше Внимание На Его Руку И Он Держит Там Ручку И что-то Пишет И Как Ручка Нарисованная Рука Где Находится Рука Между Пальцами Это Канонизировано То есть Закреплено Это Канон У этого Монаха Ног Нет К сожалению Видимо Решили Без ног Обойтись Якобы Длинное Деяние Которое Опять же Нарисовано Извязи Как и Раскрашено Разными Цветами Скрывают Его Ноги Но Опять же Они Там Целое Евангелие Под Эту Книгу Понимаете Оно Написано На армянском Прочесть Невозможно А вот Одна Вот такая Миниатюра Используется Теперь Если мы Посмотрим Черно-белое Изображение Кусок Который Я Этого Из Фахана Выделил Да И Сделал Черно-белым И посмотрите Как рука Видите Держит Ручку Слева Видите Они Нимб Сформировали Вокруг Головы Да Замазали Его А там Если увеличивать Под этим Нимбом Опять же Вязь Они Ее Скрыли И так Всюду Вот Эта же Технология Как В кельтских Евангелиях Вы видите Один в один Используется Только уже В другом Хранилище На расстоянии Пять тысяч Километров Это не случайно Это говорит о том Что Это делалось Под чьим-то Руководством И Чуть ниже Мы еще Рассмотрим Артефакт Из Ватикана И Вы увидите Что Технология Одна и та же Из Ватикана И контролировалась Опять же Из Ватикана И В анонсе Я об этом указал Что Вот Эта фальсификация Проводилась Под тщательнейшим Контролем И История Писалась И как видите Даже Графические Как пытались Они Ну как у них Получилось Вы видите Что получилось Монахи С их ногами И руками И вот мы сейчас Обращали внимание На тех министерах На ноги А сейчас обратим На руку И ручку Так вот Переходим теперь С 14-му рисунку Это Молитва Григория Нарекации Вот это 1173 14-й рисунок А Следующий Рисунок 15-й Это Опять же Евангелие То же самое Только уже Спустя 600 лет Так вот Если вы увеличите Эти два рисунка И посмотрите Та же самая технология Та же вязь Которая есть Такие же ноги Уродливые Так же сфабрикованы По тем же принципам И на одном И на втором И на второй И на второй Миниатюре Из таких же Кусочков Слеплены И очень четко Видно это И самое Интересное Обратите теперь На руку Ручку Которую он пишет Да На всех Трех рисунках И на Исфахан И независимо На дату И разницу В 600 лет Полностью Соблюдена Один в один Канонически Как писать Как писать Эту руку Вы представляете Таких деталей Было все Стандартизировано У них Чтоб не дай Как говорится Бог Чтоб взял Да Переписчик Не так нарисует А сюжет Видите Один и тот же А На всех Трех Этих Миниатюрах Вязь Кругом Она же Вязь И внутри И Еще Один Факт Фальсификатор По которому Видна Фальсификация На чем Прокалывается Скажем так Фальсификаторы Видите Вот одежда У них Объемно Изображена Да Потому что Наши предки Вообще Рисовали Объемное Изображение А в то же Время Дома Смотрите Как получились Примитивные Плоскостные Вот когда Вы видите На одном И том же Рисунке На переднем Плане Или на заднем И объемные И плоскостные Изображения Это Однозначный Фальсификат Художник Так не рисовал И таких Примеров Ну в книге Я их привожу В достаточном Количестве А если будете Анализировать То их Найдете Много Вот на этом Фальсификаторы Прокалывались Потому что Наши Предки Рисовали Объемное Изображение Теперь Пожалуйста Включите Рисунок 16 Это Опять же Евангелие Оно очень Толстое Из этого Из Этого Матодорана Из Еревана Кстати Оно В кожаном Переплете И этот Переплет Там На нем Тиснение Кожаное Такое Изумительное И там Именно Вот эта Вязь Ведическая Наша Так великолепно Выполнена Как вот На первых Рисунках Из славяно-арийских Вет Там нет Вот такого Маразма Который Мы видим На рисунках У фальсификаторов Так вот На 16 Рисунке Это видите Разворот От этого Евангелия Я Честно говоря Уже не помню Какой даты Я Вчера Скачал его С сайта Матендаран И Там этих Где-то 600 С лишним Страниц А вот таких Миниатюр Мало Вот это 16 Рисунок Видите 16.1 Это я взял Увеличил Кусок Вторую Половину Разворота Да Где Обведенный С синим Вязь И увеличил Чтобы посмотреть Внимательно Вы видите Какая красота Какое великолепие Было нарисовано Ну его раскрасили Конечно Разными цветами Ну более-менее Еще раскрасили Но все равно Сама вязь И это Высшее качество Вязи Она из-за Раскрашивания Она скрывается И Вы видите Что угол Здесь Да И вот В правом углу Он Правый угол Заканчивается Трехлистником Видите Большой трехлистник А потом Еще и маленький Трехлистник А там Рядом сбоку Очередная голова Очередного Монаха Вот тут Отличие тех Миниатюр Которая Используется В этом Значит В Ереване Да Что они еще И золотят Используют золото Это видно На левом развороте 16-го рисунка Видите Там Часть Значит Где нарисованы Какие-то строения Архитектурные Да Вот Для того Чтобы скрыть Какие-то вещи Они взяли Золотом Это все Значит Закрыли Нимб Такой Нарисовали Вдоль головы А так Те же методы Фальсификации Используют Также Видите Одеяния Ноги чуть-чуть Правда Торчат Раскрасили их Чтобы они Не очень-то Уродливо Выглядели Красные Женщины Якобы В красных Ботиночках Этот Слонившийся Монах Или Святой Босиком И остальные Босиком Значит Как видите Вот даже Глядя на этот Разворот Ну Разительно Бросается В глаза Вот 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 эта вязь Которая Сверху В виде Буквы П С правой Стороны И вертикальная Значит Из Растений Там Якобы Разных И то же самое Такая Такая Вязь По периметру По периметру Все Миниатюры С левой Стороны И дальше Идут Если Вот я еще На рисунке 17 Да тоже Фрагмент Миниатюры Одной Из этого Евангелия Скопировал Опять же Здесь Славянский сюжет Который Очень распространен Видите Нарисован Кролик Или заяц Скорее всего Заяц И Значит Птица И это Известный сюжет Который называется Терзание жертвы Да Вот этих Этот сюжетов Я в книге своей Привожу И показываю Очень-очень много А Если вы Внимательно посмотрите То На этом 17 Рисунке Вокруг Значит Птицы И зайца Да Много-много Свастики Из трехлистников Видите Трехлистники Нарисованы Так Значит С поворотом Как у Направления Свастики По Часовой стрелке Да Заметили Да Вот пожалуйста Откуда у них У этих всех Монахов Свастика Вопрос И здесь же То же самое Видите На этом фрагменте Множество Трехлистников Также Вот в углах Трехлистники Они вот Раскрашены Разными цветами А если бы они Не были раскрашены Их Видно Очень четко Один трехлистник Потом Следующий Потом следующий И в бок Трехлистники Понимаете Я уже говорил Что такое Трехлистник Это И дальше Чуть-чуть Скажу Это Ведический Символ Который Значит В том числе Значит Под этим Символом Показывается Миры Яве Наве И праве Об этом Чуть-чуть Позже Я еще Скажу Значит И Вот Рисунок 17.1 Увеличенный Я сделал рисунок Фрагмент Вот Сцены Терзания И здесь Вот Свастики Вообще Видите Великолепно Видны В виде Вот Свастика Из трехлистников Ну вот Зато Если посмотреть 17.1 Рисунок Где еще Картинка Не увеличена То это напоминает Вот помните Это Мультфильмы Советского Союза Карусель Да-да-да-да И все те же элементы Да Все бы очень четко Уловили идею Потому что Это на генетическом уровне У нас Это видно То есть это у нас Даже мультипликаторы Они на уровне генетики Вот это все и рисуют Именно И используют И они к тому же художники Они изучают наследие И правильно вы подметили В мультфильмах И применяют Именно Этот стиль А видите Какой он древний У нас Понимаете Теперь мы Давайте переключимся Но на рисунок 18 Да Вот 18 И рисунок 18.1 Это вот разворот Из этого же Евангелия О котором Только сейчас мы говорили Только другие Другие страницы Да Видите там они Ну что смогли То и нарисовали Как смогли Так и нарисовали Те сюжеты О которых Они описывают Вот на армянском языке Христианские сюжеты А с правой стороны На левом развороте Вы видите Чисто ведический Символ Я его И с это И на правом развороте Свастика такая Нарисованная И трехлистник Видите Трехлистник вверх И трехлистник вниз А посередине Такая Видите Цветочка Свастика А вот этот Слева рисунок Я Увеличил Взял На рисунке 18.1 Вы видите Они тут Золотом И золочением Раскрасили Так Вот сверху Рисунок Трехлистник И вязь Ну вязь Они видите Как скрыли Они еще синим цветом Это все Добавили И вот Раскрашивание Оно что делает Оно убивает Объемность В изображении А вот 18.2 Рисунок Это Значит Фотография Рядом Это Вернее На территории В Палестине На территории Музея Исторического музея В городе Дамаске И посередине Видите Изображение Трехлистника А это Палестина Еще дальше От Англии От кельтов Да А слева и справа Нарисованы Львы С такими Раздвоенными хвостами В виде трехлистников Да Вот такие уж точно Львы Нарисованы И есть Изображение И в Суздале И в Юрьеве Польском Я как раз В своей книге Эти все Фотографии Привожу И очень много Там 900 Иллюстраций Поэтому если Вы посмотрите К сожалению В передаче Мы все Их тут Я вам показать не могу Это только в книге 900 показал Мог конечно показать И 3000 5000 Ведь этих артефактов Я не знаю Десятки Сотни тысяч В интернете Вы их найдете И всюду Одно и то же Это наши Славяно-арийские Символы Понимаете Но их Видите Переделывают И говорят Это Кельтские Латинские Латинским языком Написано Евангелие Вот так Теперь Пожалуйста Откройте 18-3 Рисунок Это тоже Совершенно свежий Артефакт Совсем недавно Мне попалась Статья Бронзовый ремень Четвертого века Нашли в Англии Ну там В этой статье Можете почитать Там не только Про ремень Так вот Опять же Четвертый век Видите В Англии Про Англию Мы с самого начала Про передачу говорили И здесь что Здесь те же самые Трехлистники Вот они И Где пряжка ремня И отдельно нарисован Еще фрагмент Тоже трехлистик Он горизонтально нарисован То есть видите Одна и та же символика Один и тот же символ Яви Нави Прави То есть кругом Ведическое мировоззрение Которое несли Наши предки Во все По всем направлениям Куда они перемещались И несли эти знания А теперь вот Переместимся После Этого Рисунка Откройте Пожалуйста Рисунок 19 И 19-1 Вот рисунок 19 Это Ватиканский артефакт Я его Значит Рассмотрел Нашел В Ватикане И Значит В книге Привел И вы видите Что пишут По этому поводу Это называется Панорама Вида Рима От Евклида Называется раздел Геометрия И нарисован На бумаге В 1457 году Вот такой артефакт Приведен В библиотеке Ватикана Среди 200 Самых Как они пишут Самых-самых Артефактов Которые доказывают Величие Рима Древней Римской Империи И Древней Греции И вот Перевожу вам Комментарий Который там У них написан Этот панорамный Вид на Рим Возможно Был первым Используем Метода Альберти Он был Сосредоточен На Монте Марио Позади Ватикана И определяет Главным образом Такие христианские Памятники Как Ара Каэли Вот видите Написан Текст Это я перевод Дал с помощью Нерволингвистического Программирования То есть Человек Его запрограммировали Это Панорамный Вид Рима Возможно Был первым Использованием Метода Альберти И тут Значит Сосредоточен На Монте Марио А что такое Монте Марио Позади Ватикана И он Определяет Главным образом Такие христианские Памятники Все Поставили Программку Теперь Давайте Разбираться То есть Фальсификатор С помощью Нерволингвистического Программирования Ссылаясь На итальянского Теоретика И архитектора Леона Батиста Альберти Который Вот именно Жил Вот в этом Где-то 1450-х годах Если вы В истории Поищите И ссылаясь Еще на Геометры Евклида Ну даже Приплестита Потому что Речь идет о Панораме Рима Которую Они якобы Показывают В этом На 19-м Рисунке Да И они Доказывают Что на Рисунке Изображен Панорамный Вид на Рим И возможно Это Так сказать Был первый Метод Изображения Метода Альберти То есть Проталкивается Что вот Перспективу Изобрел Итальянец Альберти В таком-то Году А так И считается Что Леон Батист Альберти Он Итальянский Теоретик Архитектор Первым Связанно Изложил Математические Основы Учения Перспективе Ну а Поскольку Значит Центр Панорамы Как пишут Фальсификаторы У них Сосредоточен На холме Монте Марио Позади Ватикана И если Вы Посмотрите На рисунок Значит 19 И Точнее Второй 19 Я вот Увеличил Один И там Я его сделал Черно-белым И Вы видите Как на черно-белом Рисунке Великолепно Объемно Изображена Вязь Как она Красива Как художник Великолепно Изобразил эту Вязь А от Рима От панорамы Рима Ничего Римского Не отсталось И там В середине Вы очень можете Разобрать Круг Часть Круга Если Увидите Это Вот Холм Монте Марио Позади Ватикана Ватикан Впереди Значит Этот холм Конечно Фальсификаторы Нарисовали С большим знанием Геометрии Вклида Ну Нарисовали В виде части Круга Я ничем могу Не возразить Геометрию Вклида Применили Поэтому Вот у них И получается Что круг Вернее Холм Определяет Главным образом Христианские Памятники Такие как Ара Каэли А что такое Ара Каэли Здесь идет речь Во-первых Сначала Это базилика Святой Марии В Риме И вид Вы можете Найти На любом Сайте На русском Язычном Или там Другом Википедии А вот Поскольку Они же Еще говорят Что Как здесь Написано Он был Сосредоточен На Монте Марио Позади Ватикана А Монте Марио Это Самый Высокий Холм В современном Городе Рима И Хотя Этот Холм Не является Одним из Пресловутых Семи холмом В Рима Как историки Считают Поскольку Он Находится За пределами Территории Древнего города Ну Фальсификаторы Как говорится Что смогли То и притянули За уши Для того Чтобы определить Главным образом Христианский Паятник Как Ара Каэли Ара Каэли Я уже сказал Это здание Базилика Святой Марии Вот если Человек Бывал в Риме Или хотя бы Посмотрел фотографии Базилики Где-нибудь Там на сайте Да В интернете То надо Знаете Иметь Очень-очень Богатое воображение Чтобы обнаружить Вот это сооружение На предлагаемом Артефакте Который нам Фальсификаторы Предлагают И вот Если вы Вернемся К 19 рисунку Да То вы увидите Что Опять же Вот эту всю Вязь Великолепную Да И в левом углу Опять же Трехлистник Этой вязи Да Они взяли И раскрасили Такими Грязными Цветами Чтобы То что они Фальсифицировали На каком-то Рисунке Старом А это Скорее всего Какой-то Один из Миниатюр Какой-то рисунок Русского города Который они попытались Переделать Значит Древний Рим Видите Там раскрасили Желтым цветом Крыши Ну поскольку В Италии Там черепичные Желтые крыши Поэтому они Готические Эти попытались Сделать Ну там готик Это Я уже в предыдущих Эфирах И в книге писал Что готик Это Пирамидальные Эти Верх Они Повсюду были И в Великой Тартарии И Значит И В Москве И Готический стиль Появился задолго До того Как Как они пишут Готы пришли в Европу И видите Здесь Та же самая технология Цветом сначала Закрашивает Закрашивает Потом Чтобы убить Вот эту вязь Которая великолепна Объемна Кроме того Надо же пропихнуть Свой сюжет Что это Древний Рим Чтобы мы Согласились Да Нам пока Древний Рим И здесь Он еще С помощью Перспективы Здесь показано Впервые Альберти же Перспективу Изобрел Посмотрите Как написан Текст Снутри Снутри Вот этой Миниатюры Огромная Буквица Синим цветом Буква П Латинская Наша Р Закрашена Там тоже Нарисовано Буквицу Наши Всегда Разрисованы Если вы Поинтересуетесь Есть книги По поводу Буквиц Как рисуют Каллиграфию Там Определенные Правила Были У наших Есть Очень интересная Книга Сейчас К сожалению Я не вспомню Ножникова По-моему Автор Русские Значит Миниатюры Она там Разобралась И показала Что вот Какие И используются В русских Миниатюрах Какие используются Символы Какая графика И показала Что вот эти Вот вещи Которые мы Сейчас с вами Разбираем Это как раз Именно наши Миниатюры И видите Какое И здесь дальше Вписан Опять же Текст Разным Миниатюры Нарисованы Очень красиво Великолепно А там Что-то Вписано Какие-то Буквы Заглавные Убогие Там помечены Синим цифром Синими буквами Какими-то Потом Текст Исправлен Понимаете Вот Великолепие Одного И Ну и Слов даже Не подбираю Оформление Художественное Оформление Великолепное А Значит Тот Кто пишет Не умеет Даже каллиграфически Без ошибок Красиво написать Вот это Противоречие Сразу Которое Бросается В глаза Но чтобы оно Резко Не бросалось Вот для этого И закрасили Вот эту Вязь Иначе бы Это вообще Ужасающе Смотрелось Понимаете Вот то что там Написано И нарисовано Ими Фальсифицировано Теперь пожалуйста Перейдите К 20 Миниатюре 20 21 Рисунок 20 21 Здесь На Рисунке Видите Опять же Красивая Роспись Да В виде Опять же Трех Листников Стилизованных Разных И слева И справа А там уже Вписаны Те сюжеты Которые им надо было Вписали Нотные станы И какие-то Тексты То есть Вот Таких вот Фолиантов С нотами Текстами Псалмов Песнопений Магнитифат Магнит Как они Зарапортовались Магнитифакты По-моему Называются Магнитифакты Ну короче Песнопения Все Вот они Их и переделали Вот на 20-21 рисунке Я как раз Такие примеры Привожу В книге Я еще больше Показываю Примеров А теперь Посмотрите Следующий Рисунок Это 21-1 Это Москва Новодевичий Монастырь Вот И Смоленский Собор Это я Фотографию Сделал Значит И сравните Вот эти Росписи Значит В Смоленском Соборе Которые там Нарисованы Рисунки И вот этих Двух Фолиантов Видите Вот Совершенно Одинаковая Роспись И те же Трехлистники То есть Одно и то же Один и тот же Стиль И разнообразие Такое разнообразие Просто поражаешься И точно Чуть дальше Еще Покажу Такие же Изображения Вы найдете И в других Храмах И в том же Храме Собора Василия Блаженского Блаженного Москве Так вот Что надо здесь Сказать Вот Культурологов И историков Которые Пишут на все Эти темы Ну почему-то Не удивляет То что Когда они Смотрят на Эти артефакты Почему переписчик Потратил столько Труда На изображение Орнамента Буквицы Картины Ну вот Не смог Так же красиво Аккуратно Без зачеркивания Написать текст А Из истории Известно Что Католические Монахи Занимались Перепиской Древних Манускриптов Ну при этом Часто они Выполняли заказы Кури Пап И так далее И вот Если Рассмотреть Эти артефакты Не только На виртуальной Выставке Ватикана Вот который Факт Я вам Привожу здесь Ну и Много Много Других Артефактов А на Виртуальной Выставке Ватикана Там много Еще таких Фальсифицированных Миниатюр Я в книге Несколько Их Привожу А их Еще много И в других Хранилищах То Везде Общее Мы находим Там присутствуют Вязь и рисунки И Все это Выполнено было До Изобретения Книгопечатания И получается Картина Интересная Что Есть Множество Документов С великолепным Художественным Оформлением Которые Датируются За несколько Веков До Изобретения Книгопечатания И все Эти документы Находятся В разных Странах На Огромном Расстоянии Друг от Друга Но имеют Одинаковые Элементы Орнамента Стиль Оформление И в то же Время На всех Присутствуют Ужасные Тексты С ужасным Качеством Письма И исправлениями Вот Это все Говорит О чем Четыре Предположения Я выдвигаю Что на протяжении Веков Первое Все католические Ну и не католические Монахи Переписчики Обладали Талантом Были великолепными Художниками И оформителями Одновременно И у всех был Низкий образовательный Уровень Первое Второе Существовало Разделение Труда Среди Переписчиков Один из них Изготовление Подобного рода Артефактов В кавычках Использовали И фальсифицировали Реальные документы Вот Ну может быть Еще сделаем Коротенький перерыв Сделаем И В заключительной части Перейдем Сделаем Сделаем Попросили Попросили Как раз поищу Да В том музыкальном перерыве Попросили Что-нибудь Побыстрее Повеселее Я предложил Может быть Барыню с выходом Сказали Ну а что ж Давайте с Барыней Послушаем Барыню Послушаем Да Я нашел Четыре варианта Барыни Но Как-то вот Склонился Все-таки Давайте послушаем Барыню В исполнении Жанны Бечевской Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор 40-й день Месяца получения Даров природы 7524 лета Шестица Мы продолжаем эфир Посвященный теме Методы фальсификации Предметов культуры И искусства С номером 5 Это то есть У нас получается Пятый эфир Посвященный этой теме Автор с ведущей Фиденко Леонид Григорьевич Пожалуйста Продолжаем Продолжим Ну я надеюсь Что и читателям Слушателям Извините Как и мне Немножко Барыня Подняла настроение О том Мы все Огрустном Огрустной фальсификации Да Но продолжим Выяснять нашу тему И мы сейчас здесь Перейдем Так сказать К вопросу А что же Вот фальсификаторы Фальсифицировали А что же все-таки Наши славяне Наши предки Передавали В этих своих Значит Миниатюрах Которые используют Фальсификаторы Для различного рода Евангелия И вот Пожалуйста Откройте 22 Рисунок И если вы Почитаете Историю Да То Говоря о кельтах Да И Значит Их племенах И о их Значит Значит Верованиях И прочее Я уже часть Кусочек Сказал Там Привел Пример Что у них Изусно Якобы С точки зрения Передавалась Информация Изусвоста Но речь-то идет Как вы Помните Я сказал Что в 17 веке Только слово Кельты придумали До этого были Галы Что такое Галы Кельты Кельты придуманы Галы Это Не само Название Племен Славянских Если вы Почитаете Книгу Арбини Значит О царстве Славянском Так Коротко Назвается Вообще У нее длинное Название Где он Собрал Огромное Количество Ссылок В том числе Ватиканской Библиотеке Многих Книг Которые он Нашел Это Книга Изнана В России Где-то 1600 год Или 1610 1610 По-моему Боюсь Соврать Так вот Там Говорится Что многие Племена Славянские Были Об этом И Татищев Говорит И другие Авторы Наши Историки Что Это Не само Название Наших Славянских Племен Это Так Их Называли Другие Так вот И пишут Те Другие И пишут Что У них Был Такой Распространенный Элемент Как Дерево Жизни Древо Жизни И вот На этом Рисунке 22 Как раз И Показано То есть Художественный Орнамент Художественный Образ В орнаменте Вот Его Национальный Характер Связь С мировоззрением С эстетическим Представлением Народа Делают Орнамент Важным Хранителем Культурной И художественной Памяти Нации Вот В разных Странах Среди артефактов Различного Рода Изображений Можно найти Широко Распространенный Элемент Который Называют Дерево Жизни Или Древо Жизни И он Изображается Как в Орнаментах Так и На рисунках В виде Композиции В Разной Стилизации Вот Об этом Жи И пишут Современные Историки О Этих Так Названых Кельтах И Иных Славянских Племенах И Вы видите Если Внимательно Посмотреть Вот эти Разные Изображения Древо Жизни То Если Считать Посчеты Первое Второе По горизонтали Потом Третье Четвертое То Видите Оно Состоит Из Трех Листников И Та же самая Вязь А Видите Шесть Лепестков У Древа Жизни И седьмой Посредине Число семь Считают Сакральным И так далее И вот Этих Древ Жизни Огромное Количество Вот я В книге Там Своей Привожу Но Вы Сами Найдете Как И в Современных Изображениях Так и в Старинных И в Архитектуре Это Ну просто Помрачительное У всех Народов То есть У всех Народов Есть Такое Понятие Как Древо Жизни А теперь Пожалуйста Откройте 22 Рисунок 22-1 Это Гравюра Вообще Она считается Анонимной Якобы И Считает Что она Впервые Появилась В книге Французского Астронома Фламмариона 1888 Год И Называется Атмосфера Популярная Метеорология А под Рисунком Надпись На латыни Переводится Так Средневековый Миссионер Рассказывает Что он Нашел Место Где Небо И Земля Соприкасаются Ну вот Давайте Внимательно Посмотрим На эту Гравюру Первое Что мы Видим По Бокам В левом И правом Верхнем Углу Видите Опять же Такое Стилизованное Древо Жизни Заканчивается Трехлистником Миссионер Одет В Славянскую Одежду Древо Жизни Посередине Гравюры Видите Оно Огромное Такое То есть Художник знал Чего рисовал Видите Ниже там Здание По сравнению С древом Жизни Хотя Она Как бы Переднего План А все равно Там Города На заднем Плане Большие И он Видите Проклюнулся Я бы Назвал Эту Гравюру Вылез Туда В космос И увидел Вселенную Увидел Что она Вселенная Неоднородна И вот Если посмотреть На одежду Этого Странника В кавычках Там Много Слов Которые Так стилизованы Крупно написаны Русскими буквами Рус Кроме того Ну вы знаете Наверное Вы слышали Лингвиста Такого И может быть Кто-то читал Книги Такого Лингвиста Как Ученого Чудинов Который Прочитал Очень-очень Много Таких Надписей То есть У древних Словян Была Криптография И они Пользовались Они скрывали Чтобы Передать Информацию Какую-то Когда ее Скрывают Да Они Рисовали И Среди рисунков Зашифровали Мелким шрифтом Разные слова Так вот Слово Рус На одежде Если вы увеличите Скачаете Этот файл Найдете его В хорошем Изображении Увеличите С помощью Программного Обеспечения Программ Чтобы Было качественно Потому что Гравюра Она же Это же Делалось Изображение Сначала Делалось В зависимости От технологии Или на металле Или на дереве Специальным инструментом И там Каждая черточка Все прорисовано Очень четко И тщательно Гравером Нет никаких Мелочей И очень найдете Много Этих Закодирных Текстов Вот например Если вы увеличите Солнышко Да И увидите Что глаза У него Какие-то Другие И тоже Как бы Состоят из букв И рот Тоже Какой-то Неровный Если увеличите Волнообразный А он тоже Из букв Состоит Также Есть буквы Значит Вокруг По диаметру Написаны Лучей Солнечных Там попадается В других местах Вот кто умеет Читать И Может найти Очень интересный Я к сожалению Некоторые вещи Эти вижу Но Чтобы Прочитать эти Надо как бы Набить руку Это требует Практики Времени Чего У меня нет Вот Чудинов Он это делает Очень здорово Вот И Поэтому Вы видите Что Наши Предки Имели представление Космическое О космосе Космическое Миропонимание И Пожалуйста Откройте Следующий Рисунок Будет Это как бы Подтверждением Того И следующие Рисунки О чем я говорю Вот Видите Какая Великолепная Ваза Это Металлическая Ваза Из Дорчестера Значит Изображение Древа Жизни В докладе Scientific American В июне 1851 года Сообщалось Что При взывных Работах В скальных Породах До Кембрийского Возраста А это 534 миллиона Лет Как датируют Ученые В штате В городе Дорчестер Штат Массачусетс Штат Соединенных Штатах Америки Были найдены Два осколка Металлической Вазы Скрепленные Вместе Осколки Образовали Купалообразную Форму 4,5 дюйма Высотой 6,5 дюймов В основании 2,5 дюйма В верхней части 1,8 дюйма Толщиной Вполне Вполне Большая Ваза Визуально Материал Напоминает Окрашенный Цинк Или сплав С большой Примесью Серебра Что это такое Не знают Напоминает А вот Декоративные Элементы Они пишут Цветы Виноградная Лоза Инкрустированы Серебром Качество Исполнения Вазы Говорит О высочайшем Мастерстве Ее Изготовителя А Если мы Вспомним Наши Ведические Документы Санарийские Веды Наши предки Коломизировали Планету 600 тысяч Лет назад А до того И еще Раньше Прилетали А найден Это где? В Америке Где Кстати Тот же Чудинов А До него Сами же Американцы Нашли Множество Артефактов На камнях Надписи На русском языке Которые Датируются Свыше 100 тысяч Лет Тому Назад И След Значит Человека Человеческий След В обуви С Таким Четким Рельефом Значит Подошвы Тоже Наден Там же И опять же Это все Датируется Огромными Сроками А что Такое Америка До 1575 года Была территория Великой Тартарии Но это Как говорится Отдельный Разговор Так вот Что же Наши предки Изображали Да Я уже Говорил Трехлистники Да Кстати Чуть-чуть Продолжим О вазе Еще тут Есть у нас Несколько Фотографий Вот следующий Рисунок Видите На вазе Дерево Жизненно Рисовано А Ветви Вот такие Из трех Лепестков А теперь Следующий Рисунок Это я фотографию Сделал В Костроме В этом Роспись Значит Соборе На месте Которого Стоял другой Старый Собор Как говорят Историки Где Роспись Повторяют Как они Говорят Где Романовы Венчались На царствие Позднее И видите Тот же Самый Рисунок Этого же Дерева Жизни Древа Жизни И те же Самые Трехлистники Видите Ниже Древа Жизни Трехлистники И коричневым Цветом И зеленым Цветом Трехлистники А теперь Это рисунок 23.1 А теперь 23.2 Видите В центре Опять же Вот Это Древо Жизни С такими Острыми Это Собор Василия Блаженного Я сфотографировал И опять же Куча Трехлистников Причем Разный Стилизации Совершенно Такая Ну Я не знаю Какая Богатейшая Фантазия Художника Как это Все Изображено Таких Фотографий Тоже Большое Количество А это 23.3 Тоже Видите Над входом Древо Жизни Это Опять же Собор Василия Блаженного Я сделал Фотографии Опять же Трехлистники И справа Видите Справа Стороны Большой Трехлистник Видите Потому что Это был Видический Храм Все Бывшие Старые Соборы И нынешние Церкви Мечети Это все На их месте Строили Видические Стояли Видические Храмы Так вот Что же Наши предки Заворожали Я уже говорил Что Трехлистник Символизирует Миры Яви Нави И прави То есть Это Православная Традиция А сейчас Кругом Слово Православие Христианская Церковь Православная Христианская Православная Христианская Церковь Чтобы знали Кто не Знает Была В 1943 Году Иосифа Фессарионовича Сталином Было Издан Такое Постановление Стало Именоваться После этого Стало Православной А вообще Она Слово Православие Никакого Отношения Христианская Церковь Не имеет Во всем Мире Христианскую Церковь Называли И называют Русской Ортодоксальной Церковью По-английски Russian Orthodox Church И И самое главное Что никто Из этих Иерархов Святых Отцов В разговорах Не возражает Против этого И на другие языки Именно так и переводят Название Русско-христианской Церкви Но и в Ветхом Завете И в Новом Завете Нет понятия Православия А это Есть только В русско-ведической Традиции Только В русско-ведической Традиции Существуют Такие понятия Как Явь Навь Правь И славь То есть Явь Это физически Плотный мир Навь Это мир Мертвых Правь Это мир Светных Богов Всеобщий закон Установлен даже Богом Воплощение Правды и Мудрости Всякое земное Существо Пребывающее В Яве Выполняет Волю Прави Само Становясь Ее частицей Смысл Пребывания Каждого Человека На земле Будучи Исторнутым Из небытия По воле Божественной Прави Возвратиться В нее Стараться При жизни Подняться Вверх По лестнице Совершенства И праведности А вот Славянско-ведическую Традицию Почему-то Называют Езыческой А ведь Только в Славянской Мифологии В славянской Ведической Традиции Определены Понятия Прави Вот Ведах Что написано Мы Православные Ибо мы Правь И славь Прославляем Знаем мы Воистину Что правь Мир Светлых Богов Наших А славь Светлый Мир Где обитают Великие И многобудрые Предки Наши Мы Славяне Ибо Славим От нашего Чистого Сердца Всех Светлых Древних Богов И Светомудрых Предков Наших И поэтому Понятие Православие Оно Существовало И существует Только в Русско-ведической Традиции И христианство Никакого Отношения Не имеет И Как вы знаете Кто считал Веды Эта традиция Возникла За много-много Тысячи лет До появления Христианства А трехлистник Это как раз Один из символов Изображения Взаимосвязанных Миров Яви Нави И прави И именно Символ Русско-ведической Традиции И еще Таким же Символом Русско-ведической Традиции Который Несет Тот же Смысл Что это Трехлистник Является Так называемая Гексограмма Вот Гексограмма Это символ Который Как и многие Другие Приватизировали Фальсификаторы И назвали ее Звездой Давида А символика Русско-ведической Традиции Она И Несет Совершенно Другой Смысл И отдельные Элементы Кстати Этой символики Можно увидеть И у других Народов И это Если вы Поройте Найдете И у И у Индусов И у Египтян И у Кого только Не найдете То есть Всюду Куда наши Предки Ходили Передавали Информацию Всюду Этот символ Находится Единственное В другой Чуть-чуть Стилизации Так вот Сиволика Русско-ведической Традиции Отдельные Элементы Которые Можно видеть У других Народов Да Она Несет Понятие О мироздании О космосе Вернулись Мысленно Вернулись Можете еще раз Посмотреть Ту гравюру Да Символы Они Несут Религиозного Смысла Как заявляют Нам об этом Фальсификаторы Они Партизировали Символы Теперь Учат нас Что эти Наши Славянские Символы Означают А эти Символы Несут Представление О неоднородной Вселенной О взаимосвязи Между Микрокосмосом Макрокосмосом И самим Человеком Разумным А это Все Представление Цивилизации Высокого Оровня Развития А об этом Мы знаем Какого уровня Развития Была Цивилизация Написано В наших Ведах Еще 13 тысяч Лет Назад На этом Я хотел бы Поставить точку Благодарю Переходим К вопросам Которые Изучали Которые Появились Часть Народного Славянского Радио Итак Ищу Начало Я тоже Ищу 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 Вот вроде Нашел Вопрос Эфир От Олега Зеркутска Здравия Олег Григорьевич Скажите Считаете Ли вы Что наши Предки Специально Делали На века Каменные Извояния Различные Скульптуры Знаки Храмовые Комплексы И не только Для священных Сакральных Ритуальных Целей Своей Современности Но и для Того Чтобы потомки Могли обрести Знания Сквозь Толщу Времени И череду Событий На этих Трудно Скрываемых Многотонных Сооружениях То есть Наши Великие Предки Да Вопрос Не большой Я его читаю Еще раз Пану Считаете Ли вы Что наши Предки Специально Делали На века Каменные Извояния Различные Скульптуры Знаки Храмовые Комплексы Не только Для священных Сакральных Ритуальных Целей Своей Современности Но и для того Чтобы потомки Могли обрести Знания Через толщу Времени И череду Событий Пока Остановимся На этой части Да Я с вами Согласен Эта Цель Была Ну кроме Того Как я уже Сказал И как вы Знаете Если вы читали Наши Ведические Книги Славянные Веды Там же Написано Что Прилетели Колонизировали 600 тысяч лет назад Цивилизация Высочайшего Как минимум Галактического Уровня Развития И Эта цивилизация Жила И строила Такие Сооружения Которые К сожалению На Дарии Или На материке Который На Северном Океане Затонул И Которые Еще называют Гипербореей И так далее Вот сейчас Климат Меняется И уже Появилась Информация Что Многие Территории Поднимаются А ведь Там Находили И находят Только об этом Молчат Очень Замечательные Огромнейшие Сооружения Именно Каменные То есть И Остатки Храмовых Комплексов И так далее То есть Вообще Тогда Уровень Развития Цивилизации Галактического Уровня Там вообще Были Фантастические По нынешним Меркам А после Того Как Произошла Катастрофа 13 тысяч Лет И Значит Всемирный Потоп И так далее Озь земли На 23,5 Грауса Наклонилась Ледники Появились Да В Европе Там И И Прочее И была Война То Впали Значит В дикость Большинство Народа И когда Уже Возвратились Многие Колонизаторы То Вот эти Они Что застали Они застали Что Остались Только Где-то Там На высоких Местностях Осколки Цивилизации И уже Естественно Тех Технологий И знаний Было мало И в Славянно-Норийских Ведах Написано Что Остались Священнослужители Которые Хранители То есть Была потеряна Информация То Те знания О космосе Которые И о Мире Которое Было У нашей Цивилизации Которые Позволяли Строить Такие Огромные Межгалактические Корабли Которые Перемещались Да И Понятно Осталось Только Миропонимание И Нашим Предкам Постепенно Из поколения В поколение Жрецы Токаста Значит Волхов-хранителей Жрецы Передавали Эти Это Миропонимание Что Мы Потомки Цивилизации Космического Уровня Развития И вот Это Все И отражено Как вы Видите В этой Символике Если Эту Дальше Символику Разбирать То Понимаете Там Вот Свастика Отображена Да Там Я вот Честно говоря Запамятовал А Видите Я рано Прервался И не Показал Вам Еще фотографии Давайте Так сказать На этом вопросе Я Доскажу Это Как раз Доказательство То есть Вот Я На 23 Рисунке Остановился А 26 Рисунок Это Вот Это Галактика Видите И Рукава Как раз Свастика И Наша Галактика Имеет Как раз Четыре Рукава Как у Свастики А вот Следующий Рисунок 26 1 Вот Этот Артефакт Найден В Южной Америке Он в музее В одном Видите А У инков Или Я не помню У майя Или у инков У кого-то Это Скляров Такой Артефакт Значит Значит Привел на себя Видите То же самое Показано Галактика То есть Когда наши Предки Стали передавать Знания Всем Другим народам На планете И Индейцам И индусам И египтянам И так далее Вот Эти артефакты И остались И видите Это артефакты Символы Они пишут Диск А это не диск Это как раз Изображение Галактики Дальше 26-2 Это Изображение Видите Ведический Символ Если вот эти Вот края Объединить Это опять же Изображение Определенной Галактики Есть такие Галактики Галактики Если поинтересуетесь Они разные Бывают Дискообразные И прочее Это В соборе Василия Блаженного В двух Куполах Такое Изображение Есть А это Значит Кинжал 26-3 Найден На В Туве Там Я об этом Написал В своей книге И привожу Эти артефакты Которые Ювелирные Артефакты Которые Значит Современные Археологи Пишут Фантастические И по Ювелирному И по Технологии Изготовления И не знают Как это Якобы Кочевники Смогли Такие вещи Сделать В одном Из эфиров Мы говорили Уже На эту тему Ну посмотрите Что на этом Кинжале Нарисовано Опять же Нарисованы Спирали Видите А что такое Спираль Для диких Кочевников Понимание Спирали Это Такой Уровень Развития Шо-го-го А Если Посмотреть В целом На образ Который Как оформлял Это Здесь Художник Нарисовал Развитие То есть Спираль Вот она Спираль Идет Идет Развитие То есть Материи Текут Текут Проходят А потом Образуется Животный Мир Растительный Дальше Вот видите Там Переходит Наконечник Животные Там Если увеличить Животных И так далее То есть Художник Который Инкрустировал И изготавливал Этот нож Он имел Миропонимание Космическое Это наши предки Были Понимаете Потому что Это найдено Как раз На территории Так называемой Западной Сибири Где Бродят На лошадях Дикие кочевники Сарматы И скифы Как считает Наука И Значит Между делом Вот такие вещи Создают Между Переходом От одного Пастбища К другому Вот пожалуйста Следующий 26.4 Посмотрите Какое великолепное Пектораль Или Жерель А следующий Кусок Я увеличил Специально Чтобы показать Это кусок Это жерель Здесь опять же Объемная Спираль Видите Художник Выполнил Объемную Спираль И Между ней Межеспирали Видите Различные Животные Разных Видов То есть Вот он и показывает То же самое Развитие Как в космосе Реально Сама По законам Космоса Возникает Жизнь Возникают Миры Яви На планетах И это Наши предки Знали И об этом Почитайте Написано В наших Ведах Вот эти Я К сожалению Забыл Показать Эти рисунки Но теперь Возвращаемся К вопросу Значит Дальше Извояние Различной Скульптуры Знаки Храмовые Комплексы Не только Для священнослуженных Сакральных Ритуальных Целей Своей Целей Своей Современности Но и для того Чтобы потомкам Могли обрести Знания Свой Толщу Времени И череду Событий На этих Трудно скрываемых Многотонных Сооружениях Ну как видите Я тут не привожу Многотонные Сооружения А потом На этих Многотонных Сооружениях Мы можем Увидеть Только Технологии Которыми Владели Наши предки А вот Вот эти Примеры Которые я сейчас вам Показал Ювелирные изделия Они как раз И показывают Что Видите Художник Когда Делал вот эти Великолепные Ювелирные артефакты Он имел Представление Космического Миропонимания Он представлял Что мы не одни Во вселенной Как Что и существуют Другие законы Нам же Вдал в голову Что мы одни Во вселенной И наша земля Такая одна Крутая И только на ней Есть жизнь А кругом Там Венера И чуть дальше Газы Высокие температуры И так далее И ближайшем Ничего нету Понимаете Хотя сейчас Уже нашли Кучу планет Которые Как они называют Тогда За планетами Где Есть жизнь А наши предки Знали это И в ведах Об этом написано Вот поэтому Дальше То есть Наши великие предки Предвидели Что их культуру Будут фальсифицировать Заменять Фальшивыми знаниями Ну Это вы почитаете Веда Перуна И там уже он дает Так сказать То что будет На 40 тысяч лет вперед И многое там Описано Очень-очень Четко А в случае С пирамидами Храмами Перуна Как кольцом Ория Аркаимов Фальсификатор Бессильный Ну Вот Мы для этого И разбираемся С вами Видите И показываем Что Корни-то кругом Наши славянские И не потому Что Мы такие Славяне Крутые А это Реально Мы потомки Цивилизации Космического уровня И об этом Написано В наших документах Но эти документы Объявляют Зловредными Экстремистскими Чтоб люди Только этого Не знали Вот такой ответ Хорошо К следующему Переходим Да Вопрос в эфир От Варга Здравствуйте Олег Григорьевич Подскажите пожалуйста Как называется Грамота Текст которой Вы зачитывали В начале передачи И где ее можно найти В интернете Или библиотеке Ну Вы ее можете Найти И в интернете И в библиотеке Единственное Я вот сколько искал Да То я не нашел Первого Как бы Текста оригинала То есть Это уже Как бы Текст переведенный С русского На русский Понимаете Там даже есть Другие Оточнения Которые я не читал Вот там Допустим Ричард Ричардов Иван Грозный Пишет А нам Объясняют Что это Ченслер Потом Значит Еще какие-нибудь Имена Я уже говорил А вот Антон Янкин Да Он четко пишет Антон Янкин По русски И так его и звали Там Антон Янкин А нам Объясняют Нет Это Дженкинсон Потом Ральф Иванов Нам объясняют Это Рютер Это нам Уже Объясняют Очень умные Историки Которые Дают Толкование Того Что написал Иван Грозный И о чем он думал И когда вы Почитаете О чем он думал То Они цепляются К тому Что он Значит Елизавету Первую Назвал там Ты девица И из этого Слова девица По своим Девическим Понятиям Значит Делают вывод Что он Собирался Или бежать Или сватался Или неудачно Понимаете Такой маразм Который Просто ужас А Текст Вот такой В переводе И который Я вам прочитал Текст Переведен С русского На русский Вы в интернете И в библиотеках Найдете То есть Старайтесь найти Текст Первоисточник Потому что Я вам могу Привести Даже текст Того же Татищева Который написан В истории И который История Татищева Переведена Есть История Татищева На современном языке Русском И есть текст Который написал Татищев Тоже Значит Печатанный Соответственно День и ночь Образ С языка С языка Теряется Понимаете И потом Историки Уже там Делают Свое трактование Как они Видят Где-то Оно верное А где-то Оно неверное Поэтому Старайтесь В интернете Или библиотеке Вы найдете Этот документ Еще раз Говорю Как называется Послание Ивана Грозного Английской королеве Или за эти первые Или поищите Поиск Переписка Ивана Грозного С английской королевой Вот И найдете Есть Этот Документ Но Старайтесь Искать Первоисточник Хорошо Идем дальше Вопрос Эфир От Грифа Достаточно Длинный Что Может Сказать Соведущий О картинках О картинах Джованни Пиранези Робера Юбера Шарли Луи Кларисо Которые На своих Картинах Изображали Разваленные Античных Городов По всей Европе На месте Нынешних Крупных Городов Картины Великое Множество На них Огромное Количество Мелких Деталей Которые Заставляют Сомневаться В Фантазийном Происхождении Полотен Как утверждают Аналитики От Официальной Истории По данным Картинам Выходит Что вся Земля Была Застроена Единообразной Архитектурой Причем С манией Гигантонизма В настоящее Время Уцелели Некоторые Строения Того Времени Видимо До Потопного Например Собор Греческие Развалины И прочее И вторая Часть Вопроса На многих Картинах На разваленных Зданий Много Надписей На предположительно Древнегреческом Языке Местами Даже Похожи На Шрифтовую Машинную Графику Что Может Сказать О происхождении Данных Надписей С ведущей Тем более Что все Трое Художников Родились В одно Время 1700 И 1730 Годы То есть Рисовали В одно Время Практически Будучи С друг Другом Не Знакомы То есть 1720 И 1730 В этом Диапазоне Вопрос Ясен Давайте По порядку Вопрос Разбирается На нескольких Частей И Так Ответим То есть Что можно сказать О картинах Джованни Пиранези Роберта Юбера Шарля Луи Клерисса Значит Картины Джованни Пиранези Я очень Хорошо Анализировал Юбера Так Представляю А об этом О третьем Шарля Луи Клерисса Не знаю Надо поискать Посмотреть Поэтому О всех Трех Авторов Сказать Не могу Но По Джованни Пиранези Это Там на самом деле Очень много Графики И там можно Целую Как бы И передачу Делать По этому поводу И рассуждать Автор Кто задал вопрос Он прав Что Вот Значит Современные Историки И Исследствия Значит Считают Что это Фантазийные Значит Он нафантазировал Пиранези Во многих Своих Картинах И прочих Гравюрах Вот А Дальше Да Я Согласен Что Во многом Это не фантазии А что Значит Земля Застроена Единообразной Архитектурой На самом деле Это так И Это все Это архитектура Так сказать И Имеет Единый Центр И все Это исходит Из От нас И Значит Вот Второй книге Значит Я Как раз Напишу Вернее Пишу Про архитектуру И Просто Могу сказать Что Вот Например Чтобы Не просто Так Отделаться А Не быть Голословным И утвердить Да С автором В этом плане Я согласен То есть Вот Например Уцелили Огромное Количество Так называемых Триумфальных Арок По всей планете В Европе Азии В Африке И В Южной Америке То есть Это Не триумфальные Арки Это Красные Ворота Красные Кра То есть Обращенные К свету Наши предки Были Я уже говорил В предыдущих Эфирах Говорил Что наши предки Были Солнцепоклонниками В этом плане Не язычники Как нам говорят А Понимали В этой передаче Сегодня я сказал Что у предков Было Космическое Миропонимание А Солнце Это Наша Звезда От которой Мы В нашей Солнечной Системе Получаем Наша жизнь Зависит от Солнца Естественно Поэтому все На восток И Кстати Красные Ворота Существуют В Москве И они Существовали Точнее Сейчас станция Осталась только Станция Метро Красные Ворота Их снесли А Также они смотрели На восток А на востоке Что у нас находится Сибирь Так называемая А раньше Это была Великая Тартария Столица Тобольске А ранее В Асгарде Асгарде Рийской Вот поэтому Они смотрят На восток Поэтому Вот и осталась Единая архитектура Которая Потому что Все уже доказали Историки И исследователи Которые Так сказать Нетрадиционным Подход Придерживаются Что все Знания Шли Именно С востока И не из Китая Откуда А именно От нас И Ведическая Литература Об этом и говорит И Я уже говорил И могу еще Отдельно сказать Что На территории Сибири Найдены Много артефактов Свидетельствуют о том Что 100 тысяч лет назад Была такая цивилизация Которая Фантастическая Космического Галактического Уровня И Следы Этому Так называемая Плита О которой Почему-то Молчат Каменная Плита И они называют Ее Вообще Нашел ее Чувыров Доктор Физмат Наук Из Уфы Из университета Назвал ее Дашкин камень Все ее назвали Почему-то Плитой Создателя А это Каменная Карта Рельефная Созданная С помощью Космических Технологий Из космоса Снятая Причем Технологически Изготовлено Тоже С помощью Таких технологий Которые До сих пор Неизвестны Для нас Но Вы Где-нибудь Слышали о том Уже 10 лет В 2007 Будет 10 лет В 2007 Году Генеральный штаб России Признал Перед этим Исследования Проводили Новочеследственные институты Чувыров Многое написал Об этом И признали Что да Это карта И это Создано С такими Новейшими технологиями Которые мы не знаем И там Следы Славяно-арийские Руны На ней А не китайские Сначала Чувыров же ездил В Китай Чтобы подтвердить Китайцы Не подтвердили Что эти Иероглифы Которые Не китайские А славяно-арийские Руны Но вы смотрите Прошло уже 10 лет И тишина Об этом А ведь этот Артефакт Все Он убийственный О нем должны кричать На каждом углу Он полностью меняет Всю историческую Парадигму Он найден На территории России Таких Известных Из истории Находили Во времена Как раз 1700 После победы Над Великой Татарей В конце 18 века Нашли порядка 200 этих плит Миллеры Компания Их уничтожали Или спрятали А Ведь посмотрите Например По РНТВ И по другим каналам Ну показывают Телевидение Показывают Такие артефакты Приводят Убийственные Которые Раньше И скрывают Но хоть один канал Об этой плите Сказал Да никто не говорит Табу до сих пор Наложено Нельзя об этом говорить А что Если эта плита Все точки нады Ставит И не надо обсуждать Исаакиевский собор Греческие развалины И все остальное Но все молчат Понимаете И тогда Не надо Никакие Шрифтовые Машинные Гравировку Понимаете Все Упираются В технологии И начинают Анализировать Споры Ведут Значит Какими Технологическими Методами Изготавливался Исаакиевский Собор Или прочее Это тоже Вариант Как доказательство И они доказывают Что На самом деле Да были Такие технологии Опять же Я Во второй книге Пишу об этом Эти технологии Многие По Созданию Допустим Тех же Колонн Значит По обработке Токарные станки Были Находились В Великой Тартарии И вазы Такие Которые Находятся Каменные Из яшмы И прочих Других Огромные Которые Тонны Весят И находятся В этом В Эрмитаже Которые Екатерина Потом Перетащила К себе Сразу Из Так называемой Сибири Из Великой Тартарии Это все сделано Там было Понимаете И вот эта Каменная плита Сразу ставит Все точки над И в этих спорах И доказательствах Вот так бы я ответил На этот вопрос Хорошо Зачитаем следующий вопрос Елена 777 Вопрос в эфир Если это Фальсификация То тогда Что это было До Христианства Ну На этот вопрос И ответил Что это за книги Были Это очень тяжело А вот что было Нарисовано На миниатюрах Книги-то Уничтожили Понимаете И как я могу Вам ответить Что было До христианства Если Петр Первый Пришел И сказал Свести все книги Издает Два указа Я уж не помню 1720 год Или 22 И там Выполняет Известный автор Который Я сейчас фамилии Тоже не помню Это мне Я могу Посмотреть И сказать вам И начинает заниматься Этими вещами Конкретный человек И все книги Якобы для снятия Копий Свозят А потом Нет ни книг Ни копий А вот следы Видите Где всплывают В Ватикане В других местах Надо же было историю После победы Переписать А что делать Екатерина Она великая Екатерина вторая Она великая Ученица Петра Первого Она тоже делает То же самое Она после Победы Над Великой Тартари Год точно не помню Но я об этом В книге Напишу Она назначает Конкретного Вельможу Память На фамилию К сожалению Сейчас вспомню Забыл Его назначает Главой Священного Синода И задание Дает Собрать Опять же Как у Петра Первого Собрать Все книги Уже Из религиозных Источников В церквях И прочих То есть Подчищает Опять же После победы Великой Тартарии Все что осталось Так называемой Территорией Сибири И Дальнего Востока И все это Подчистили И все это Уничтожили Собрали Оказывается Если вы почитаете Библиотека Огромнейшая была Это такая библиотека Ну Я Об этом Напишу Это долгий разговор В принципе Требует Я могу рассказать Конечно Но это требует Очень долгого времени Но все Что с этой библиотекой Произошло В 1812 году Она якобы Сгорела В 1812 Потому что Наполеон пришел И все Сгорело в Москве И осталось От этой От тысячи тысяч Найденного По приказу Екатерины Осталось 20 документов На которые На основе которых Летопись там В том числе И на которых И написана Существующая Карамзиным Существующая История Государства Российского Поэтому Что было В тех книгах Я вам сказать Не могу Мы видим только Картинки А книги Сожгли По приказу Петра Первой И Екатерины Второй Верные Его ученицы Вот такой ответ Хорошо Идем дальше Вопрос эфир От Олега Из Иркутска Леонид Григорьевич Видите ли вы Здравый смысл Выражения Все притворное Вечным Не бывает Ведь Росоарийская Ведическая культура Стала Фундаментом Многих религий И в том По корневой Этимологической Основе Слов например Тропарь Тропа Ариев Христос Хорос Хорс Митра Митрополит Свеча Свет Веча Рига Стоксена Отсюда Ригведа Успения Усапения Богатырь Усыня Ведь В корнях Этих слов И скрыто Значение Как бы Их не фальсифицировали Невозможно Скрыть Величие Арийской Культуры Если Их Собственные Религии И языки Та же латынь Основаны На ней же Самой Благодарю Олег Из Иркутска Так В принципе Так сказать С Олегом Я соглашаюсь Но он Неправильно Говорит Они не основаны Все религии На нашей Ведическом Миропонимании Оно космическое Понимаете Космическое Подразумевает Свободу Свободу Выбора А в религии Говорят Ты раб Божий Раб Так что Они не основаны Просто фальсификаторы Очень грамотно При создании Религий Использовали Ведическое Знание Поэтому Они И Превратили Часть Русов В Иванов Непомнящих Родства То есть Благодаря Которым Московия И смогла Победить Великую Тартарию Вот такой ответ Так что Не основаны А Фальсификаторы Использовали Религии И грамотно То есть Кругом Они Брали Ведическую Основу Ведические Традиции И накладывали На На них Христианство Как вот Никон Сделал Никон Взял На все Ведические Праздники Наложил Христианских Святых Наши Люди Как праздновали Так и Празднуют А Обозвали И так вот Стали Названия Святых У них Предостаточно И хватило Даже с избытком Поэтому Они не основаны А Наложены Калька Это и есть Фальсификация Вот такой ответ Хорошо Смотрим дальше Какие еще у нас Поступали вопросы Вопрос эфир От Олега Из Иркутска У нас Славян Такая Действительность Золотой путь Развития Веды Утро Сварога Пробуждение Сознания Людей А что У фальсификаторов И их Приспешников Какие перспективы Кроме жалких Подделок Предметов Культуры В свои Последние лета Доминирования На Медгардземле Вы как известный Специалист В области Фальсифицирования Истории Как думаете Что нового Предпримут Сторонники Переписывания Древнего Наследия Что Землю Зорвут Ведь артефактов Просто море Триллионы тонн По всему миру Благодарю Спасибо конечно За известность Специалиста В области Фальсификации Истории И Это от вас Я только Слышу Значит Ну За комплимент Благодарю Как еще раз сказал Но Понимаете Какое дело Что Предпримут Новые Сторонники Переписывания Древнего Наследия А что Переписывать Вот если бы Информация Будет Доходить До людей Вот я Только что Говорил о Каменной плите Да То Все Не надо Ничего Дальше Доказывать Не надо Ни в чем Убеждать А что Они пытаются Предпринять Вот они Пытаются Так сказать Развязать Очередную войну Да Не получается Лишь давно Не получается А Я надеюсь И не получится Дело в том Что Понимаете Скажем так Как тут у вас Написано Пробуждение Сознания Людей Утро Сваров Пробуждение Сознания Людей А что Фальсификаторы Их приспешник Какие перспективы Кроме Жалких Подделок Предкультуры Дело в том Что Они Подделывают Эти предметы Культуры Уже подделали Но и Как я Написал В книге И так сказать Нашел Что Видите Нехватка идет Да И им надо Что-то такое Добавлять Вот они С помощью Компьютерных Технологий И создают Вот такие Новые Якобы Артефакты Но если Макдональдс Макдональдс Или смотреть По Значит Особенно Молодежь Я имею ввиду Или смотреть На вывески Магазинов А Я-то Надеюсь Что Все-таки Молодежь Будет интересоваться Этими вещами И Взор их Поднимется К Звездам Я думаю Что Так оно и Будет И Это время Пришло Вот такой Мой ответ Хорошо Елена 777 Вопрос Эфир А может Рисунки Рисовали Живописцы А тексты Писали Литераторы Поэтому И нестыковка В качестве Ну Дело в том Что Понимаете Я Как бы В своей книге Вот на Сегодняшней передаче Показал Что фальсификация Была И Фальсифицировали И Фальсифицируют Разные люди Совершенно Привлекают Кого только могут И И Известно Много В литературе Почитайте Того же Мережковского Да И он Пишет Что Значит Полотна Выдающихся Художников Фальсифицировали И Значит Предложил Значит Он Пишет о том Что вот Предложил Папа Там Конкретный Такому-то Микеланджело Делать Фальсификацию Тот Отказался Понимаете А Его ученик Согласился Получил Деньги За это Говорит О моральном Уровне Того Человека А Фальсификаторы Такого Выбора В виде Микеланджело И Рафаэля И других Не имеют Чем Обладают Эти Люди Которые Занимаются Компьютерной Графикой Или Фальсифицируют Конкретные Художественные Произведения Тем Они Обладают Для этого И Надо Обладать Высочайшим Уровнем Квалификации И вот Пример Сегодняшней Вязь Которую мы Разбирали Вы видите Не могут Они Даже так Рисовать Поэтому Артефакты Им нужны Были И уж как Их литераторы Которые Написали Евангелие А Живописцы Которые Использовали Наши Ведические Миниатюры Смогли Постарались Так Вы сегодня И увидели Их старания А уж Кто там были Живописцы Литераторы Это Не столь важно Я думаю Главное Что это люди В которых Нет понятия Совести И чести Ну что ж Все вопросы Мы озвучили У нас в заключении Есть возможность Пожелать нашим Радиослушателям Что-то доброе И вечное Хорошее И потом Попрощаться Так О добром И вечном Ну вот Наверное Я все-таки Еще раз Как бы Повторюсь Немножко И добавлю Понимаете Существовало И в наших Этих Книгах Оставшихся Документах Написано Об этом Что Уровень цивилизации Был Космически Высочайший И общество Социум Тоже был Соответствующего Уровня Развития И основными Там были Критериями Это справедливость Честь Совесть И Развитие Помните Если вы Слушали Предыдущие Передачи Говорят Трехлистники Я приведу Пример Что Обряд Крещения Крестился Воин Уходящий Бой Он Значит Мысленно Или говорил За честь За совесть За веру Вера Просветление Знанием То есть За развитие Вот какие Ценности Были В том Обществе И Я желаю Вам Всем Ориентироваться На эти Ценности И Дожить Когда Эти Ценности Восторжествуют И в нашем Обществе Касается Молодых Конечно Хорошо Благодарю За участие В эфире Очень был Интересен Эфир И хорошие Вопросы Задавались В чате Мне остается Только напомнить Что сегодня У нас 10 августа 2016 года Среда По одному Из современных Календарей 40-й день Месяца Получения Даров Природы 7524 Лета Шестица По одному Из старинных Календарей Мы говорили Про методы Фальсификации Предметов Культуры И Искусства Уже Пятая у нас Передача Автор Соведущий Феденко Лен Григорьевич У нас был И мы Переходим В автономное Вещание По просьбе Наших радиослушателей Проводим Эксперимент В течение 9 часов 30 минут Будет звучать Одна Этническая Музыка Которая Записана В экспедициях Которая Воспроизведена По этим Экспедициям Профессиональными Музыкантами И непрофессиональными Музыкантами Любителями Ну или как пели Ее бабушки До сих пор Поют в деревнях Очень интересно Ваше мнение Что вы скажете Через 30 минут Через час Через 8 часов Через 9 Насколько Этот эксперимент Будет удачен Прощаюсь с вами Желаю вам всего Самого-самого доброго До новых встреч Услышимся Народное Славянское Радио Все нужно Все важно